святки это святые дни то есть мы празднуем рождество христово и радость о пришествии в мир иисуса христа наполняет сердце и мы не можем об этом молчать и действительно если мы посмотрим на какие-то значимые события в нашей жизни они имеют определенную жизнь по времени новость живет какое-то время она будет жить ровно столько насколько будут ее освещать в средствах массовой информации и если эта новость имеет такой серьезный резонанс то они и больше говорят когда мы говорим о пришествии в мир иисуса христа называем его спасителем то безусловно это удивительная весть которая поражает человека и действительно это пришествие в мир необходимо потому что он спаситель мир погибает в грехах в мире много страданий бед и поэтому конечно же люди хотят избавиться от всех этих несчастий и господь наш иисус христос приходит с неба на землю чтобы подарить миром людям вот это самое спасение которое заключается прежде всего в счастливой доброй и конечно же святой жизни и и поэтому человечество осознает приход в мир бога как великое и значимое и поэтому об этом молчать не может и в традиции вот эти святые дни нашей православной традиции эти дни называются еще святыми вечерами потому что вечером люди освобождаются от своих обязанностей они приходят отдыхать и говорят о том что близко и к сердцу и естественно когда они услышали что христос пришел в этот мир естественно они будут об этом говорить это понятно любому человеку это понятно верующему сердцу и поэтому вот эта весть от сердца к сердцу передается верующими христиан не как какое-то теперь что-то новое доселе неизведанное мы же каждый год празднуем рождество христово а вот именно как теплая радость которая согревает сердце человека это очень добрая и святая энергия то есть слово она несет себе энергию и вот весть о том что случилось доброе хорошее она человека воодушевляет и она дает ему энергию жизни поэтому добрые новости это жизнь худые новости это печаль и смерть говоря о святых днях это дни радости это дни веселья это дни добрые вести о том что христос пришел на землю конечно когда мы говорим о святых днях мы как бы в границе определяем этих дней начала рождество христова и конец от крещения господня и конечно нужно а вот эти два праздника как-то сопоставить крещение дает людям святую воду дает людям чистоту покаяния и омовения оживления а все это благодатное действие возможно только лишь потому что в мир пришел христос если бы он не пришел то и не было бы крещение поэтому это как бы вот одно непрерывное такое продолжающее событие которое мы проживаем во времени но святая церковь в эти дни благословляет полностью отменить пост в эти дни службы бывают радостные добрые в эти дни люди ходят друг другу в гости празднуют то есть во всем этом мы видим проповедь евангелия ведь евангелие это благая вещь своей жизнью и верующие христиане конечно же главной темы это не этих дней должны ставить именно самого господа иисуса христа который пришел в этот мир те народные традиции которые вот часто бывают в гаданиях в каких-то там языческих гуляниях все это не православные традиции они скорее запутывают и мешают христианам разобрать где истина где ложь выходные есть встречи для доброго времяпрепровождения есть но это не значит что их нужно проводить вот так как это зачастую бывает в языческой традиции бесчинно и без памяти об иисусе христе конечно если пришел этот праздник то мы непременно должны его ассоциировать с именем господа нашего иисуса христа и и и Субтитры создавал DimaTorzok